Акация расцвела. Просто стояла бы здесь и нюхала. Хорошо, мне повезло, что нет никакой аллергии на цветение. Очень сочувствую людям, у которых есть. Мне вот повезло, у меня нет. Такие же цветочки, как у горошка. Немножко на орхидею похожи. Пахнут очень, очень, очень приятно. Там шмелек ползает, видите? Мед собирает. Еще осторожно надо с акацией, потому что... Потому что по ней какие-то особенные гусеницы, говорят, ползают. Которые обжигают кожу. Ну и шмели всякие тоже. Бывают люди с очень яркой аллергической реакцией. Тоже вот, знаете, пока не столкнешься с этим, может даже и не поверишь. Потому что у меня, например, сильно аллергической реакции не было, когда меня кусали осы. А вот человек мне рассказывал, что у него чуть ли не гниющий участок образовался и полгода не заживало после укуса осы. Понимаете, очень много из индивидуальных вещей, которых знать не знаешь, если с тобой такого не случалось и вблизи не наблюдал. Как с тем сусликом. Ты его не видишь, а он есть. Снова этот пушистый красивый куст с белыми цветами. Опять начинаем с него прогулку. Я сейчас иду на почту. Ну и так, по своим делам. Ребята, погода класс. Солнышко. Светло, тепло. Ветерок обдувает. Боже мой, какая кайфушка. Как хорошо. Такая прекрасная погода, такое чудесное состояние, когда уже не холодно, но еще не жарко, пекла нет. Вот это, вы знаете, такое липкое состояние кожи, и когда голову напекает. Можно даже без косынки ходить. Так я без косынки ходить не могу. Редкое время в году, когда я вышла из дома без косынки. Потому что либо мне холодно, либо голову печет. Кстати, все в подъезде разобрали. Весь мусор, что я вынесла. Ну то есть, ну как, ну условный мусор. Все, что мне в доме не пригодилось, но было еще так, ну, относительно пригодно к использованию. Люди разобрали все. Сегодня утром я выставила на почтовый столик, где у нас складывают почтовые извещения. Ни одного предмета не осталось. Ни одного. В то же время у нас несколько дней назад выложили математическую библиотеку. Там была куча учебников, учебных пособий, всяких книг для поступления в вузы, для сдавания экзаменов. Сборники задач от современных до древних. Я там тоже себе кое-что взяла. Например, занимательную геометрию 60 какого-то года, что ли. Ну такая довольно давнишняя книжка. У меня, в принципе, занимательная геометрия есть. Но другого издания я взяла, потому что, а разве можно не взять? Перельман это. Дают Перельман и бери. Еще взяла себе пару книг с красивыми иллюстрациями детскими. Тоже старого издания, еще советского. В таком оформлении, как... Ну, мне напоминает мое детство. Взяла учебник по математике за пятый класс. Ну, с ним у меня вообще связано. Особые воспоминания приятные. Давайте на розочки посмотрим. Тут у нас розы. Музыкальная школа. К сожалению, все обнесено этими уродливыми заборами. Производство жены Лужкова. Без них, конечно, было бы намного все лучше. Ну или хотя бы другие, чтобы заборы были. Сделаны не так топорно, не так, в общем. Казенно. Ужас какой-то, ужас. Ну вот. В общем, я взяла там себе несколько книжек. А так, в целом, вся эта библиотека лежала несколько дней. Никому не нужно. Я не хочу сказать дурного по поводу отношения к книгам. У нас в городе оно довольно трепетное. Да, бывает, что книги выбрасывают, но их складывают аккуратно, либо в подъезде, либо около помойки. И буквально за считанные часы приходят люди и забирают их. Я отношусь к этим людям. Я тоже забираю книжки. Я думаю, что с этой привычкой пора тоже, в принципе, как-то завязывать, потому что у меня дома филиал в Ленинской библиотеке. Все это же надо тоже как-то хранить. Может быть, надо оставить какие-то особо важные книги, остальное отнести в библиотеку или раздать, или не знаю, тоже как бы вынести куда-то. Потому что все, конечно, имеет свой предел. Хотя, в принципе, я не против, например, установить дома довольно много книжных полок. Потому что, да, несмотря на то, что все можно найти в интернете, но книжка, когда сделана на бумаге, она не то, чтобы иметь какой-то особый статус там, или какое-то особое удовольствие в том, чтобы именно в бумажном формате ее пользоваться. Но все-таки это совершенно другая история, когда ее можно взять в руки, потому что она лежит где-то рядом. И как бы мозолит глаза. Особенно это важно, когда в доме есть дети, которые просто хватают с полок то, что им интересно, начинают читать, чем-то интересоваться. А для того, чтобы найти в интернете, надо все-таки искать. То есть надо хотя бы сформировать запрос и начать искать. Когда книжка лежит под руками, валяется под ногами, то она сама по себе уже представляет собой запрос. Ты ее просто берешь, читаешь или просто пролистываешь, интересуешься. И это совершенно другое дело. Но тем не менее, конечно, все имеет свои разумные пределы. И столько книжек, сколько у меня, это, конечно, не самое большое количество. Но все-таки это проблема, особенно при всякого рода переездах. Но вот сейчас у меня более-менее стабильное жилье появилось. Поэтому я перевезла книги из Нижнего. Там еще, кстати, остались. Еще буду перевозить. И родители к этому относятся странные. Я тоже понимаю, что что-то в этом есть нездоровое. И я даже думала когда-то отсканировать библиотеку, держать ее в электронном виде. Это, в общем, тоже пока не совсем реально. Но и тоже бумажные книги не заменят по ряду причин. Вывеска висит. Вывеска висит у нас вот так. Это я уже приближаюсь к почте. Вот оно, здание почты. Раньше здесь был телефон. Платили за телефон. Переговорный пункт. Звонила я в Межгород. Я еще застала те времена, когда нужно было заказать звонок и ожидать в кабинке. Потом деньги заканчивались заплаченные. Об этом предупреждал оператор. И можно было успеть сбегать, доплатить. И продолжить разговор. Вот такие были дела. Сейчас вообще без проблем. Достаешь мобильный, нажимаешь кнопку. Звонишь и разговариваешь только сколько тебе надо. Сейчас это стало уже недорого. Вполне доступно. Даже с другой страной можно разговаривать. Ну, не знаю, как там насчет Австралии. Но с Украины получается не так дорого. Как здорово все-таки, что есть прогресс. Он идет вперед, потому что это то, что облегчает нашу жизнь. Дает нам новые возможности. В подъезде темно, потому что свет включается у нас теперь по реле. В определенное время. И пока он включится, в общем, довольно темновато. Сейчас еще ничего. Но иногда, в зимнее время, когда темнеет рано, сложно попасть в замочную скважину. Я пасчу. Я пасчу. Вот такое состояние квартиры. Такая точно коробка, как и была в детстве у меня. Разрисована какой-то девочкой. Представляете, что люди покупают, а? За деньги. Но я специально не стремилась именно вот коробку купить. Просто так получилось. Кукла продавалась с коробкой. Обязательно под подол заглянуть. К коллекционерам очень важны вот эти бирки. Их сохранность придает большую ценность. Я себя к коллекционерам едва ли отношу. Просто так получилось. Поинтересуйся, поинтересуйся. Что за девчонка тут приехала? Давай, давай. Познакомься, познакомься. Познакомься. Это вот изумительные ивановские куклы. У меня такая была в детстве. Я вот до сих пор не успокоюсь никак. Теперь. Коты у меня тоже были в детстве. Поэтому вот видите, коты тоже есть. Так, сейчас только мне тут дел не наделай. Ну хотя можешь и наделать, ничего страшного. Это же всего лишь коробка. Ой, ласкушка, ласкушка. И книги у меня тоже были в детстве. Книги куклы и коты. Что мне нужно для счастья? Книги куклы и коты. Вот так все начиналось. Вот так все начиналось. А это в свое время было, знаете что? Гроб, который качается хрустальный для игр. Для тех, кто понимает, что это такое. То есть для тех, кто помнит. Гроб качается хрустальный. А внутри красивая принцесса. Того же автора, между прочим, что и Людмила. Куколка. Куколка Людмила называется. Вот такая вот была детская готика. Это игрушечные мыши. Заберу еще остатки эфирных масел. Единственное, что осталось из коллекции. Гозы, гамашки. Буду все-таки пользоваться. Хватит хранить. Да, и ты тут, и ты тут. Привет. На ручки, на ручки, да? Конечно, на ручки. По спине, по спине, по голой. По голой спине, когтями. Вот пример выгуливания собак. Крупных размеров. Абсолютно без поводков. На мурку. Почитаю смотреть на это издалека. Дуванчики. Ну вот, представляете, я выхожу из дома, вся натертая кошкой. И тут навстречу два таких огромных собака. Заброшенный детский садик, видимо. Напоминает Припять. Почитаю. 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 А там действительно очень маленькие таблетки я смогу разделить на четвертинку, потому что мне четвертинку Дорожка ведущая в кусты Густые, густые кусты Не хуже, чем описанные у Проспера Мериме в его новеллах В таких кустах там обычно скрывались бандиты Проделывая себе путь острым мачете Вот так вот можно притянуть и понюхать И засосать у нас шмеля Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok